В Армавире почтили память горожан, убитых и замоченных фашистами. Об этом расскажет Юлия Чернышева. Армавир в огне сражений. Новая выставка открылась в Краевеческом музее. Ирина Чупина с подробностями. Новости спорта. Соревнования, посвященные памяти героев афганцев, собрали самбистов со всей России. Соревнования, посвященные памяти героев афганцев, собрали самбистов со всей России. Старь 1943-го. Стал могилой для 6680 женщин, стариков и детей, расстрелянных, отравленных газом в душегубках, зверски замученных в гестапо. Сегодня на этом месте возвышается гранитный монумент, у которого всегда лежат живые цветы. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. В дни юбилея освобождения Армавира и Кубани от немецко-фашистских захватчиков у монумента с белыми журавлями снова многолюдно. Среди участников митинга памяти ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации Армавира и Новокубанского районов, общественных организаций, школьники и студенты. Мои сестры были здесь, в оккупации, и рассказывали, что когда по улицам города ходила эта проклятая машина, газвазик, вакин, в народе ее называли душегубка, люди прятались, прятались, потому что слышны были голоса погибающих от газа, от выхлопных газов, выведенных в кабину людей. Здесь правильно было сказано. Люди такого не могли делать. Это делали звери, это делали нелюди. Вечная память, вечная боль. Монумент жертвам фашистской оккупации – одно из самых массовых захоронений на Кубани. Но эти люди будут всегда живы, пока о них помнят, было отмечено в ходе митинга. 75 лет назад наши города были освобождены от оккупации фашистов. Именно на то место, где мы находимся сегодня, были привезены тысячи и тысячи тел наших мирных людей. Я хочу вам всем пожелать крепкого здоровья, благополучия, и чтобы мы, наше подрастающее молодое поколение, никогда не знало слова, присущего для нашей России страшного слова – война. Память убитых немцами земляков почтили минутой молчания. Участники митинга возложили цветы и венки к подножию мемориала. В Армавире снова пострадали люди на дороге. Есть погибший и виновник аварии. Водитель иномарки скончался на месте ДТП на въезде в хутор Красная Поляна утром 26 января. Как было установлено, 31-летний мужчина за рулем автомобиля «Лифан Салана» превысил скорость. На повороте машину занесло, и она врезалась во встречную грузовую «Газель». Водителя последней с травмами госпитализировали, а его пассажиру назначено амбулаторное лечение. Сутками ранее, 25 января вечером, 17-летняя девушка попала под колеса авто на улице Тургенева. Подростка сбил водитель Калины, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетняя с диагнозом перелом затылочной кости, ушиб обоих легких, рана головы была госпитализирована в городскую больницу Армавира. Сотрудники госавтоинспекции напоминают о неукоснительном соблюдении водителями правил проезда зон пешеходных переходов, соблюдении скоростного режима и требований дорожных знаков. Армавир в огне сражений. В Краевеческом музее начала свою работу новая выставка, посвященная военным подвигам героев армавирцев. Ее торжественное открытие состоялось 26 января. Еще указом президента 2012 года нам было поручено, чтобы все-таки мы обращались к вот этим страничкам истории, особенно наше подрастающее поколение молодежь, знали всю правду, берегли памятники. Ведь не секрет, в средствах массовой информации очень много противоречивой той информации, чтобы свести на нет все усилия России и Первой мировой, и во всех локальных конфликтах, и особенно Второй мировой, как будто решающей роли России там и не было. Поэтому огромное спасибо всем устроителям этой выставки, действительно покрупицам, собирающим вот эти материалы, которые сейчас представлены перед вами. Желающих первыми ознакомиться с экспонатами оказалось немало. Здесь отразились все важнейшие военные эпизоды из жизни Армавира за прошедшее столетие. Именно сто лет назад наш город затронули события Первой мировой войны. Память о боевых подвигах наших солдат жива и по сей день. На выставке представлены как эспонаты из фонда в музее, так и то, что составляет коллекции армавирских коллекционеров, то есть друзей музея. С некоторыми из них мы сотрудничаем уже длительное время. На экспозиции представлены события не только Первой мировой войны, но и гражданской Великой Отечественной военные действия в Афганистане и Чечне. Работники музея отмечают ее важность как для подрастающего поколения, так и для всех, кому небезразлична судьба своего города и народа. В этом году ровно сто лет, как завершилась Первая мировая война, и не успела она закончиться, как началась братоубийственная гражданская война. Также она учит тому, чтобы не допустить повторения этих событий в нашей истории. Учит в том числе патриотизму. Редкие фотографии, документы, оружие, одежда солдат с этими уникальными вещами могли ознакомиться все участники выставки. Выставка очень интересная. Очень интересно узнавать, что было в годы Великой Отечественной войны. Много интересных предметов. Ну, все очень интересно. Все понравилось. Больше впечатлений выдает вот эти все автоматы, гранаты. Вообще, я первый раз на таких мероприятиях, в таких музеях. Мне очень интересно узнавать об этом. Ну, я вообще такой человек, что, ну, люблю все старое, там, со времен СССР. И мне интересно на это все смотреть. Выставка «Армавир в огне сражений» будет работать в Краеведческом музее на протяжении двух месяцев. Ирина Чупина, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Круглый стол, посвященный блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны, прошел в Армавире 26 января. Для того, чтобы вспомнить события тех страшных лет и разобраться в важных вопросах истории, на мероприятие Волси пригласили гостей и экспертов. Наверное, блокада Ленинграда была и есть, и будет, и останется, не заживающей раной в нашем государстве. И говорить об этом без волнения, без эмоций просто невозможно. Пережить то, что выпало на долю жителей блокадного Ленинграда – настоящий подвиг. Об этом необходимо знать всем и рассказать последующим поколениям. Молодежи в этот день напомнили о героизме и мужестве ленинградцев и солдат, отстоявших город ценой своей жизни. Сегодня я хотел сказать слова благодарности и, конечно, пожелать крепкого здоровья тем, кто жил в те страшные годы. Действительно, те люди, которые перенесли на себе все тяготы Великой Отечественной войны. Можно задуматься о том периоде с 8 сентября, как уже сказали, 41-го года, по 44-й год, это долгих 900 дней. Некоторые из вас за 900 дней окончат средне-специальное учебное заведение, либо окончат три курса высшего учебного заведения. Чтобы вы немножко понимали, для вас это кажется целой жизнью. Для людей, которые находились там, это, наверное, было больше, чем жизнь. Также в ходе мероприятия все участники могли задать интересующие вопросы гостям, специалистам музея, историкам и очевидцам тех страшных событий, жителям блокадного Ленинграда. Марина Бартенева, Ирина Чупина, Александр Жирелеев, служба новостей «Эрмавира». Всероссийские соревнования по самбо, посвященные памяти героев-афганцев, состоялись в «Армавире». В них приняли участие юноши 18-19 лет. Они являются отборочными для участия в первенстве России по самбо среди юниоров и проводятся в нашем городе ежегодно, отметили организаторы. Сегодня у нас участвуют такие округа, как Северо-Кавказский федеральный округ, Южный федеральный округ, город Москва. 16 команд приехало на наши соревнования и отбирается на финальную часть. В соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов. Победители определяли в каждой из 10 весовых категорий. Они и будут отстаивать честь своих регионов на первенстве России. Эти соревнования приурочены к 80-летию основания борьбы с самбо. В этом году у нас проходят под эгидой Всероссийской Федерации. И, естественно, эти же соревнования посвящены памяти погибших в войне, которые проходили в Афганистане. Стоит отметить, что одной из основных целей этих соревнований является воспитание патриотического духа подрастающего поколения. Ирина Чупина, Александр Пензев, служба новостей Армавира.